69 дней в реанимации, из них две недели в коме и более трех месяцев стационарного лечения. Полгода герой нашего сегодняшнего выпуска боролся за собственную жизнь вместе с врачами Ульяновской медсанчасти. Мы продолжаем цикл передач от тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которые используются в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». 38-летний мужчина поступил в пульмонологическое отделение больницы в апреле прошлого года. Диагноз – острая двухсторонняя пневмония. Наталья Валерьевна, расскажите, чем была вызвана эта патология, а главное, насколько она угрожала жизни пациенту? У пациента был грипп, осложненный двухсторонней нижнедалевой пневмонией. При несоверенном обращении и лечении пациента это грозило летальным исходом. Пневмония – это инфекционно-воспалительное заболевание, которое поражается несколькими возбудителями, патогенами, которые вызывают эту болезнь. Она поражает легочную ткань и происходит воспаление легочной ткани с поражением альвеола. За подожди это заболевание не так-то и сложно. То есть, если у человека появилась каша с мокротой, появилась температура высокая, до 38 слабость, то необходимо сразу обратиться к участковому врачу или вызывать скорую помощь. Жалобы у него при поступлении были на повышение температуры до 38, кашель с мокротой зеленого цвета, общая слабость. Находился в нашем отделении и уже на следующий день стань его ухудшилась, одышка усилилась, усилилась общая слабость, он был переведен в реанимационное отделение. Уже в отделении реанимации состояние нашего героя продолжало ухудшаться. Для этого врачи перевели его на искусственную вентиляцию легких и ввели медикаментозную кому. Поэтому, Илья Нурмансурович, насколько это было необходимо, насколько было опасно, а главное, что это дало? В условиях реанимации под наблюдением врача-реаниматолога это стандартная, не опасная для жизни процедура. Она необходима для того, чтобы пережить стресс, находящийся в критическом состоянии организма, и помогает выжить пациенту. В этой ситуации, ситуация разрешалась, конечно, весьма бурно, стремительно и шла по нисходящей. То есть в состоянии прогрессивно ухудшалась, несмотря на респираторную поддержку. То есть она вначале шла как бы подача увлажненного кислорода. После этого мы вынуждены были перейти уже на искусственную вентиляцию легких, чтобы обеспечить газообмен на должном уровне. Мы связывались постоянно в результате канцелярных решений, какие-то стратегические решения, конечно, принимались весьма крупным, большим составом с привлечением областных специалистов. Также привлекался в качестве консультанта в рамках телемедицины, ведущий специалистов МВА имени Бурназяна, в частности, заведующий кафедры попугая Александр Константинович. В итоге, в результате большой титанической работы, все это было сделано титанически, выстрадано, но сделано на уровне. На скидку сказать, какой был день, когда ему стало лучше. Вот тот день, когда стало температуру уходить, и он начал дышать более ровно на аппарате ИВЛ, я имею в виду. И когда мы ушли уже от жестких параметров к более мягким параметрам, на этом моменте был перелом инфекции. После нахождения двух месяцев реанимации его подняли к нам в отделение, и уже он был активен, ходил, нормально питался, поправлялся, была необходима реабилитация. Уже он у нас был около месяца в отделении. Проводились ему также консультации строкального хирурга, учитывая, что у него была импиема и плевра. И уже, когда ему сняли полностью дренажи, понимание у него излечилось, он был выписан под наблюдением участкового терапевта. Сейчас нашему герою Дмитрию 39 лет. С его слов чувствует себя хорошо, вышел на работу и полностью вернулся к нормальной жизни. От тяжелой болезни остались небольшие последствия в виде одышки и воспоминания, да и то смутные. Единственная мысль была, я не понимал, что такое. То есть я никогда не болел пневмонией до этого и не осознавал всю тяжесть. Ну, состояние было тяжелое, а не понимал, что может быть. И уже потом, когда мне сказали, что ты реально на грани смерти, то тогда только я понял, что на самом деле со мной происходит. И на тот момент я не думал. Хотелось просто понять, что со мной. И, конечно, хотелось жить, да. За время болезни мужчина потерял 25 килограммов в весе, разучился и заново научился ходить. И честно признался нашей съемочной группе. В один из моментов, когда находился в коме, думал, что умер. Состояние интересное, но больше всего интересное. Ну, так же видишь сны, что-то происходит. Ну, когда выходишь из комы, по крайней мере, у меня так было, я, честно говоря, напугался. Потому что состояние такое, как будто ты висишь, и вокруг тебя свет. Я думал, что я, честно, умер. Ну, вот, как говорят же, там, свет в комиссии. То есть сознание заработало, включилось, а ты как в подвешенном состоянии. И вокруг тебя свет вообще по кругу. Тут я реально напугался. И это длилось, ну, как мне казалось. Ну, где-то, наверное, минут пять. Я все уже там, ну, сожалел, грубо говоря. И потом какой-то голос, сейчас не помню, но что-то, то ли считать, что-то началось. И вот у меня открылись глаза, и тогда я увидел реальность. И понял, что это, наверное, какое-то пограничное состояние. И вот вышел из комы, конечно, успокоился тогда. Все это время Дмитрия поддерживали не только врачи, но и близкие люди. Ну, никакой халатности или там еще какого-то плохого отношения я не видел. То есть вся команда, кто меня спасал, она вся работала профессионально. То есть к нему вообще вопросов никаких нет. Родственники поддерживали всем, чем могли. То есть за это им отдельное спасибо. Все родственники. Жена приезжала каждый день по возможности брат и мать. Ну, поэтому родственники просто... Если меня нет, наверное, ну, сейчас с вами не я говорил здесь. На вопрос о том, боится ли повторений страшной истории, откровенно признается, что да. Но врачи уверяют, правильный образ жизни, поддержание иммунитета и своевременные прививки от гриппа предотвратят или уберегут от страшных форм болезни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова